Санаторий Янтарь уже реализовал 80% путевок. Единовременно учреждение принимает около 400 детей. Уже готовы оба корпуса, необходимо сделать новую бойлерную, актовый зал, спортплощадку, уличные тренажеры. Появится новая должность – директор пляжа. В зале представители городской администрации, пожарные, спасатели, силовики. Их задача не только проконтролировать, но и дать рекомендации. Большое внимание пожарной безопасности, в том числе использованию зарядных устройств для мобильных телефонов. Поговорили, надо подзарядить. Идите с вожатыми. Вот здесь у нас дом детского творчества. Они приходят сюда. Здесь мы сразу ставим резеток много и ставим еще, чтобы можно было удлинить лес множеством. Можно было на глазах вожатых здесь вот зарядить. Связь с домом можно поддерживать онлайн. Для этого есть видеокамера. В этом году появятся специальные браслеты. Это будут одновременно пропуска на территорию и электронные кошельки, куда родители смогут перечислять карманные деньги. А в ВИТе заказали специальную программу для мобильных устройств. Дети будут отмечаться в разных точках, и все это будет частью уже действующей легенды. Игра в государство, и она довольно таки востребована. Она позволяет нам масштабироваться и играть в любые направления. То есть в рамках этой программы мы можем вносить огромное количество новых вещей. При этом юные граждане будут питаться в режиме шведского стола. Отремонтировали стадион, обновили баскетбольную площадку. К сезону заменили 2 километра электрокабеля. В межведомственной комиссии порекомендовали приобрести дополнительные дизельные генераторы. Еще раз проработать систему безопасной зарядки телефонов и пожарной безопасности в целом. Ближайший заезд в Янтарь 1 июня, а в ВИТу в конце апреля. Продолжение следует...